Всем привет, я Макс Осабин. Вообще, я хотел сделать из этого обычное видео с разбором работы, где я параллельно рассказывал бы что-то о кривых, ибо в этой работе очень много их использую для разных целей, но во время подготовки текста как-то так вышло, что рассказ про них получился достаточно объемным. Так что давайте я не буду в десятый раз разбирать как я делаю обтравку или магию, а вместо этого побольше расскажу о работе с цветом и будем считать это гайдом по кривым, который вы просили. Договорились? Если вы хотите, чтобы я делал больше таких тематических гайдов, можете поддержать видео лайком, это поможет мне определиться, интересно ли вообще эта тема аудитории. Кстати, полное видео с процессом создания этого арта и PSD файл уже доступны моим патронам второго и третьего уровня соответственно. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам про курс профессии Motion Designer на образовательной платформе Skillbox. Skillbox это гибкий формат обучения с постоянным доступом к урокам, которые вы можете смотреть когда угодно. Это обучение на практике, с которой вы не только получаете знания и опыт, но и пополняете свое портфолио с первых же месяцев. На курсе профессии Motion Designer вы обучитесь работе в Photoshop, Illustrator, After Effects, Cinema 4D, ZBrush. За 16 месяцев обучения вы освоите полный цикл производства эффектных рекламных роликов и изучите широкий спектр навыков. От создания различных видов анимации и видеомонтажа, до проектирования 3D-моделей, визуальных эффектов и динамических симуляций. В программу входит 8 курсов различных уровней сложности, 99 тематических модулей и множество постоянно обновляющихся онлайн-уроков, доступ к которым останется у вас даже после обучения. Вы приобретете опыт работы с реальными заказчиками, а по окончании курса вам предложат помощь в трудоустройстве. Первые 6 месяцев бесплатно, а первый платеж вы можете совершить через полгода. Переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с программой обучения подробнее и регистрируйтесь на курс с 40% скидкой, чтобы начать осваивать вашу будущую профессию уже сейчас. Итак, как работают кривые и что это вообще? Вот такая полоса, протянутая между двух углов. По горизонтали это то, какой яркости пикселей мы берем из изначальной картинки, от черного к белому. Тут называется интенсивность, но давайте условимся назвать это яркостью, чтобы было проще. Снизу вверх это то, насколько яркими кривая оставляет эти пиксели после себя. Вот почему по умолчанию здесь ровная диагональ. Давайте глянем. Тут мы видим входную и итоговую яркость. Вот здесь она была 0 и осталась 0. Здесь было 255, осталось 255. Можем потыкать в разные места и убедиться, что по умолчанию входная и итоговая яркость везде одинаковая. Когда же мы хотим что-то изменить, мы решаем, пиксель какой яркости мы хотим изменить, в какую сторону и на сколько. Например, я беру здесь, это называется точка черного. Поднимаю и вижу, что все черные пиксели становятся светлее. Как видите, поднять только одну точку нельзя, иначе у нас бы получилось как-то так. Кривые так не работают, они делают все плавно, чтобы на картинке не появлялось неестественных резких ступенек света. Более того, в разных программах кривые реализованы немного по-разному и фотошоп больше других оберегает вас от резких переходов в тонах. Отчасти это хорошо, отчасти нет. Вот смотрите, в DaVinci я могу поднять средне-темные тона или средне-светлые одной точкой. В фотошопе разница между движением точек в этих местах не будет такой большой, и для того, чтобы регулировать яркости точнее, нужно создавать больше точек. Чтобы добавлять точки, жмем левой кнопкой мыши, а чтобы убирать, левый клик с зажатым контролом. Ну или просто перетягиваем точку за край кривых. Создавать точек можно много, главное стараться избегать слишком резких изгибов, ну и не высветлять темные пиксели ярче светлых. Без негатива. Погодите, это еще не все. Линия, открываемая по умолчанию, это кривая, отвечающая за всю картинку сразу. Ну, то есть за все канала, как тут и написано. RGB. Но если мы развернем эту вкладочку, обнаружим, что у каждого канала есть собственная кривая, которая, как вы догадались, отвечает только за соответствующий канал. Давайте убедимся. Включаю красный канал тут, выбираю тут, редактирую, работает. Смотрим на зеленый, тут ничего не меняется. Это если вы вдруг не верите мне на слово. Работа с каналами очень важна, так как через вкладку RGB вы работаете только с общей яркостью, а для подгонки тонов и прочего нам нужно работать более прицельно. Ну и в первую очередь знать то, как цвета соединяются друг с другом. Ну, как в коле учили. Вот все черное. Поднимаем в красном канале точку черного, получается красный. Поднимаем еще и зеленый, что получается? Верно, желтый. Поднимаем красный с синим, пурпурный, синий с зеленым, бирюзовый. А что будет, если мы будем вычитать цвета из белого? Белый минус красный, бирюзовый, белый минус зеленый, пурпурный, белый минус синий, о, вы уже наверное догадались, желтый. Возможно вам показалось, что я слишком увлекся в игры с цветами, но на самом деле это база. Самое важное, что нужно освоить на зубок. Цвета противоположности. Я думаю вы видели эти сочетания много где, например в Color Balance. Робот с реальными картинками, именно это должно быть у вас в голове. Нужна более розовая картинка, убавляем зеленый. Нужно больше желтого, убавляем синий. Ну или добавляем красный и зеленый. Это как подбирать под фигурки отверстие нужной формы. Вы наверняка справитесь. Ах да, вот эти кнопочки. Я использую их редко, но иногда они могут помочь. Давайте быстренько. С этой функцией вы можете тыкать прям по нужной области картинки. А кривые сами определят нужную яркость и создадут точку. Ну это что-то вроде пипетки для кривых. Не сказал бы, что это очень часто бывает полезным. Вот это все, чтобы автоматически исправлять баланс белого. Кнопками можете указать области, которые, как вы считаете, в реальном мире имеют черный, белый и нейтральный серый цвета. И она типа выправит вам баланс белого и яркость. Эх. Вот этим карандашиком прикольно рисовать кривую вручную. А вот это сгладит ваш рисунок кривых. Ну а эта кнопка переключит обратно на управление точками. С основами все. Теперь к практике. Первое, что нам нужно сделать, определиться с целью в общих чертах. Нам нужно придать этому куску ночное освещение. Ночное это какое? И что вообще может освещать ночью? Уличные огни? Да, но это крыша и не наш случай. Значит остается только свет от неба. Небо в кадре у нас какое? Темное и синее. Значит мы хотим что? Увести крышу в темно-синие тона. А какого простите тона эти крыши сейчас? Ну то есть что мы имеем в исходнике такого, что мешает нам? Картинка слишком яркая и не очень синяя, особенно в светлых участках. Это если вы не поняли, я так наглядно изображаю как вы должны анализировать материал. Когда вы наберетесь опыта в этом деле, конечно этот процесс будет происходить уже автоматически. После анализа уже подключаем наше знание о том, как управляться с кривыми и приступаем к делу. Чтобы сделать все синее, я выбираю как ни странно не синий канал, ведь через него я могу лишь добавить яркости в синие цвета, что сделает яркую картинку еще ярче. К тому же мне нужен синий немного зеленцой, а значит я просто убавляю красный канал, сдвигая точку белого ниже, ведь выбиваются у нас больше всего белые участки. Тени изначально были достаточно синими, так что я немножко верну их. Без красного канала все вышло слишком бирюзовым. Да, я хотел зеленцы, но не настолько. И я также убираю немного в зеленом канале. Я добился нужного тона и теперь, чтобы поправить яркость, я занижаю точку белого в общей кривой. Такое затемнение работает максимально равномерно. Знаете, это как просто положить сверху черный слой с определенной прозрачностью. А чаще, убавляя яркость, вы захотите контролировать еще и контрастность, делая ее либо сильнее, либо наоборот, как в нашем случае. Ведь тени у нас и так темные, и мы не хотим совсем выжечь их. Собственно, все, с этими крышами работа закончена. Но давайте в пример я покажу работу над еще несколькими фотками, чтобы закрепить опыт. Здесь персонаж у нас выбивается не то чтобы слишком сильно. Хоть пейзаж дневной, но общие тона на фоне приглушенные. Так что я прижимаю яркости здесь. Особенно в светлых областях. При этом я не хочу делать темные области еще темнее, все-таки день и глобальное небесное освещение достаточно равномерно, а значит глубоких теней быть не должно. Затем, чтобы увести все в холодные тона, убавляю красный и немного зеленого. Ничего сложного. А вот тут посложнее. Нам нужен большой контраст между холодным и теплым светом. И хоть на фоне закат, солнце и яркое теплое небо находятся только сзади. Противоположный закат у стороны неба все равно остается холодный, а в тени деревьев еще и достаточно темный. Собственно, нижняя часть фона мной тут уже окрашена в холодные тона, а соответственно смотрящую на нас часть девушки мы подгоняем именно под них. Сначала снова убираю красный и зеленый, а затем аккуратно работаю над яркостью, делая достаточно резкий угол в светлых областях, что означает, что я их затемняю больше всего, стараясь сохранить темные участки не совсем уж черными. Вот так это выглядит с доработанной прорисовкой заднего теплого света и другими доработками. Тут нам больше всего мешает излишне зеленые оттенки на коже, которые вероятно появились из-за съемки в насыщенном зеленом летнем лесу, ну или потому что я специально добавил зеленцы, чтобы пример был более наглядным. Кто знает. Это легко убирается прижатием зеленого канала. И вот в принципе готово. Хотя если быть честным, если мы хотим больше реализма, придется сделать немного темнее и холоднее. Снова по тем же причинам. Фон у нас конечно розовый благодаря закату, но даже по краям мы видим, что удаляясь от заката небо становится синим и темным. Что уж говорить о том, что находится позади нашего взгляда. Вот так достаточно. Хотя в реальности все могло быть еще более темным и синим. Что-то вроде вот этого. Но это уж слишком мрачновато и нужно найти золотую середину. Я это все к тому, что вам всегда придется балансировать между тем, чтобы сделать реалистично и тем, чтобы сделать приятно глазу или эффектно. Ориентируйтесь на цели, которые вы преследуете, и на ваши вкусы. Это все-таки творчество. Да, есть особенности реализма, которые редко стоит нарушать в работе с фото. Это перспектива, четко выраженное направление света, распределение глубины резкости по перспективе. Но есть моменты, которые можно преувеличивать и преуменьшать ради художественной выразительности. Это яркость каких-то важных объектов, интенсивность какого-то конкретного света, сила воздушной перспективы и так далее. Я полагаю, что о подгонке тонов объекта я рассказал все, что мог. Это принцип, который действует одинаково почти во всех случаях. В более сложных ситуациях, где большие доли объекта приходятся на разные контрастные световые источники, возможно, вам придется делать несколько слоев кривых и, работая с масками, подгонять каждую часть по-своему. Ну и самое главное, это наметывать глаз на понимание цвета и света. А теперь давайте перейдем к созданию тумана и воздушной перспективы с помощью кривых. Хотя не то чтобы тут кардинально иная ситуация. Просто в самих кривых на этот раз мы больше работаем с темными областями. Так уж работает туман. Чаще всего он высветляет и перекрывает их, и редко как-то сильно затемняет светлые. Давайте создадим для начала простенькую маску и пройдемся по ней градиентом, чтобы прорисовать появление тумана с расстоянием. Мы еще вернемся к этому. Но сейчас поднимаем точку черного. И высветление получилось достаточно сильным. Тут опять же действуйте на свой вкус. Не всегда такое сильное высветление в тумане выглядит удачно. И в таком случае можно прижать средние тона обратно. Ну а для добавления нужного цвета в дымку снова работаем с каналами. Я добавляю синего и немного зеленого. Все, в кривых больше настраивать нечего. Хотя результат не идеальный, потому что нужно поработать с маской и сделать из нашего градиента хоть сколько-нибудь проработанную карту глубины. И вы такие, эй, эй, постой, зачем так заморачиваться ради того, что могут сделать нейросети. Тем более, что уже даже в самом фотошопе есть нейрофильтр туман с учетом глубины. Ну, в принципе, если вы действительно не заморачиваетесь, это сойдет. Но меня, к сожалению, такие результаты пока не устраивают. Уверен, в будущем это все будет только прогрессировать, но пока рано. Напишите в комменты, если вы с 2025 и там у вас это делается качественно и одним кликом. Я даже загуглил какие-то внешние нейросетки для этих целей. От случая к случаю они выдают что-то разного уровня качества, но вы как хотите, а я пока подушню и буду рисовать это вручную. И если вы со мной, вот несколько советов. Прорабатывайте самые заметные и массивные объекты в первую очередь, и результат будет радовать уже в процессе. Затем, если останется желание, можете углубляться во все более мелкие детали. Если какие-то объекты на фоне у вас уже вставлены отдельно или имеют маски, конечно же пользуйтесь ими. Здесь у меня, конечно, не такой случай, но представим, что на крышу я бы добавил динозавра. И, используя маску, я легко прорабатываю его план, делая видимость чуть лучше на маске глубины. Ну а когда масок нет, объектов нет, где можно, выделяем всякими автоматическими инструментами выделения. Где нет, рисуем вручную или создаем выделение пером. Ну и последний совет, как определяться с яркостью, которую нужно закрасить объект на маске. Ищем место на плоскости, откуда растет объект, ну или на котором стоит. Пипеткой берем свет оттуда и закрашиваем его этим цветом весь. Это поможет равномерно и правильно проработать и распределить удаленность объектов. Идем дальше. И, наконец, настроим кривые для прорисовки света. Возможно, некоторые из вас ждали именно этого. Здесь кривые снова дают больше свободы. В то время как режим экран высветляет слишком равномерно, а какой-нибудь Color Dodge слишком выжигающе, в кривых мы можем настроить свет индивидуально под каждую ситуацию. Здесь мы снова будем работать в основном со средними и темными областями. Но если у тумана мы прижимали середину, что уменьшало контрастность, то здесь середина чаще будет немножко выпирать. Для теплого яркого света я сильно задираю красные и зеленые каналы. С точкой черного нужно работать аккуратнее и с пониманием. Запомните, чем выше точка черного, тем больше я ответственности в качестве и детальности прорисовки вашего света. Да, а вы что подумали? Здесь тоже придется рисовать. Секрет качественного света все равно в ручной работе. И, как понимаете, это уже не особо относится к кривым. Это теория и практика ваших скиллов рисования. В рамках этого гайда я не смогу охватить такую сложную тему и научить вас этому. Хотя, надеюсь, когда-нибудь сделаю отдельное видео об этом. С другой стороны, обучающего материала на тему светотени в рисунке уж очень много и без меня. Просто нужно уметь искать. И, как я часто советую, не замыкаться на одних лишь уроках по фотошопу. Гораздо больше подробных и понятных уроков на тему светотени вы найдете в отрыве от фотошопа. Но от себя посоветую развивать пространственное мышление. Пытайтесь представить сцену со всех сторон, особенно сверху и сбоку. Вот как-то так я представляю расположение объектов в моей сцене. И после этого вычислить направление света гораздо проще. Я могу, например, разметить участки, которые точно освещены, и те, которые точно в тени. И уже потом прорабатывать все детальнее. Ну и учитывайте, еще никто не развивал свои навыки рисования и понимания теории за пару минут. И поэтому я никогда не пытаюсь сделать вид, что фотошоп и рисование это легко. Да, наверное, с кликбейтами, что после просмотра этого видео вы станете профессионалом-художником, я бы имел больше просмотров. Но не очень приятно представлять, как кто-то ведется на такие названия, а когда после одного просмотра у него все равно не получается повторить все, начинает думать, что ему не дано или у него нет таланта. На самом деле, я считаю, что дано всем, кто способен на самообучение и не бросает все спустя один день. Запомните, это нормально, не понимать все моментально и сразу. Впрочем, что там дальше? Ну, осталось последнее, для чего я также активно использую кривые. Это финальная цветокоррекция. И тут главное не забывать общие принципы. Более вертикальная кривая увеличивает контрастность, более горизонтальная уменьшает. Например, так мы можем равномерно увеличить контрастность во всех областях. Но в таком случае мы уничтожим все данные о цвете, находящиеся справа и слева от границ кривых. Ну, это попросту выжигание черных и белых цветов. Так сильно поджимать можно, только убедившись, что выжигать нечего. В этом поможет гистограмма. Если по-простому, тут мы видим, что пикселей такой яркости в картинке минимум, а значит ими можно пренебречь, если вы захотите, например, добавить общей яркости и контраста. Если же обрезать верха и низа не хочется, можно сделать как-то так. В таком случае в этих областях, а это большая часть картинки, мы увеличиваем контрастность. А по бокам мы не обрежем информацию, а лишь немного спрессуем ее. Если мы хотим убавить контрастности, то наоборот стараемся сделать нужные участки горизонтальнее. Хотя у меня лично редко возникает такая надобность. Ну, может, если вы хотите добавить некой ретро-ламповости картинки, можно играться с поднятием точки черного, так или так, а можно еще и с прижатием белой точки. В старых работах я, кстати, слишком заигрывался с этим, и сейчас понимаю, что чересчур сильно терял в контрастности. Ну и не забываем про отдельные каналы. Большинство популярных фильтров работает именно на этом. Intel Orange это в основном работа с синим каналом. Прижатие верхов, поднятие низов. Всякие ретро-пленочные фильтры это такая же работа, но с зеленым каналом. И так далее. Кажется, я рассказал все, что хотел. Надеюсь, вы подчеркнете что-то полезное для себя. И если так, буду благодарен вашим лайкам, комментам и всяческой поддержке. Напомню, что для моих патронов разных уровней доступны полное видео с процессом создания этого арта, PSD-файл от него же и многое другое. Ну и конечно же, спасибо моим первым патронам, благодаря которым у меня появилась мотивация активно вести патреон и работать над созданием новых форматов для ютуба, которые, надеюсь, в скором времени получится реализовать. В общем, спасибо за просмотр, всем приятного вечера. Продолжение следует...